Практически во всех сервисах, о которых я буду говорить, обязательно регистрация. Регистрация стандартная, то есть потребуется адрес электронной почты, пароль, имя или никнейм, который вы себе выберете. Но есть один сервис, вот этот, называется он Flipbook PDF, который позволяет создавать электронные книги даже без регистрации. Как только мы оказываемся на странице этого сайта, одна единственная кнопка. Выберите файл и рядом кнопочка «Конверт», «Конвертировать». Ну, из названия PDF понятно, что этот сайт обрабатывает тоже PDF-документы. И на их основе создает разные электронные публикации в режиме Flipbook. Регистрироваться не нужно, пара кликов, и вы уже загрузили свою публикацию. Минус. Сюда можно загружать небольшие документы до 40 страниц. Здесь нет личного кабинета, поэтому публикации будут храниться неограниченное количество времени. Если в течение месяца эту публикацию никто не просматривал, даже вы, как автор, туда не заходили, то, к сожалению, она стирается. Но этот вариант подходит, если нужно что-то очень быстро опубликовать, распространить на какой-то короткий срок. Либо другой вариант – каждый месяц заходить и навещать свою публикацию на сайте, и тогда с ней ничего не случится. Итак, после того, как мы ее загрузили, какие настройки здесь предполагаются? Я тут немножечко подписала, чтобы было понятнее. Это окошечко с настройками. Стандартное, как у Коломео, название и описание. Можно выбрать «Управление просмотром» тоже в нескольких вариантах. Слева направо, справа налево. Это называется «Направление». Можно добавить звук или вообще его отключить, если вам не нужен шелест страниц. Добавить кнопку для скачивания. Вот Коломео, например, не разрешает скачивать публикации. Здесь пользователи могут скачать, но только до 15 страниц. То есть не всю книжку, допустим, а только 15 страниц из этой книги. Дальше. Можно выбрать формат публикации. Здесь автоматически сервис определяет, что вы загрузили. В данном случае он определил, что это портрет, то есть вертикальная публикация. Ссылочку я вам в чат отправила на нее. Но вы можете самостоятельно, вручную как-то переделать. Здесь есть горизонтальные публикации, квадратные и так далее. Выбираем из выпадающего списка. Можно выбрать фон. У Коломео стандартный серо-черный. Здесь можно красивое что-то выбрать. Сделать даже его более-менее прозрачным. Ну и самое главное, что с гиперссылками. Если в документе они есть, то они станут неактивными, но их можно добавить вручную. Для этого есть кнопка, она внизу, с правой стороны, с левой стороны, называется «Add link area» – «Добавить область ссылок». Если она нам не нужна, гиперссылки, мы сразу внизу получаем кнопочки со ссылкой и с кодом. То есть буквально два клика и все готово. Но если мы хотим добавлять гиперссылки, то нажимаем на соответствующую кнопку и идем дальше. Вот наш документ загруженный. Мышкой в нем мы выделяем область гиперссылок. Это может быть слово, но в данном случае я имя, фамилию ученого выделила и сделала это гиперссылкой. Можно выделить фотографию, можно вообще полстраницы выделить, можно абзац, можно предложение, в общем, как захотите. Выделяем мышкой, а дальше выбираем в разделе «Экшн» способ гиперссылки, на что она будет ссылаться. Есть ссылка на веб-сайт, но это стандартно, на другой веб-ресурс переходим. Либо можно сослаться на другую страницу в этом же документе, то есть это будет внутренняя навигация. Например, у вас на первой странице идет оглавление. Ну, какую-то вы загрузили свою публикацию из нескольких глав и в начале оглавление. Так вот, название глав вы можете сделать интерактивными ссылками на внутренность документа. То есть, допустим, например, у вас глава первая начинается с пятой страницы, и вы делаете ссылку внутреннюю на пятую страницу. Тут проставляете просто номер странички, сохраняем, естественно, для этого кнопочка есть предпросмотр, а потом и «Save» нажимаем, и переходим к следующей. Количество гиперссылок здесь вообще никак не ограничено. Вы можете практически любое слово сделать гиперссылкой. Не только слово, но и картинки. Тоже на них можно нажимать, и по ним можно переходить. В целом, весьма неплохой инструмент подходит для создания своих публикаций. Можно рекомендовать его, например, школьникам, детям, которые не хотят регистрироваться, но хотят что-то создать такое, свою исследовательскую работу, например, опубликовать интересную. Можно порекомендовать, очень быстро и просто здесь работает.